привет мой самый лучший зритель вы на моем рукодельном канале меня зовут зульфия я продолжаю заготавливать подарки на 8 марта это у меня варежка сейчас я покажу что я с этими заготовками делаю смотрите вырезала ватин я обращаю внимание что у меня к руке с тыльной стороны варежки идет ватин потому что у меня постоянно задают вопросы и я всем пишу что не синтепон идет к руке непосредственно той страной за которым мы хватаем что-то горячее там будет у меня ватин я ватин простегиваю вместе с основным с основной ткани верха поперечными линиями сейчас покажу я уже здесь заготовила вот таким образом вот он ватин так это у меня прихватки прихватки я тоже простегала по диагонали здесь я складываю лицом к лицу совмещаю примерно как у меня лежит ватин вот так здесь вот на верхнем здесь у меня уже припуски на шов есть я могу спокойно равняться по этому верху так так вот так вроде нормально лежит вырезаем это его детали и вот смотрите теперь у меня есть две детали верха и я уже поле калу выкроем две детали подкладки теперь посмотрите пожалуйста внимательно я складывала основные детали лицом к лицу подкладку складываю лицом к лицу здесь тяжело понять где лица до лицом к лицу лежат и теперь просто вот так вот одной строчкой я это все притачиваю друг дружке все четыре слоя и Продолжение следует... Так, вот мы прошили. Теперь я буквально высекаю то, что не нужно здесь, но высекаю очень аккуратно, чтобы потом у меня не вылезло это все. Вот так вот. Теперь здесь я тоже высекаю. Здесь мне толщина вообще не нужна. Здесь так же. И вот здесь я высекаю прям максимально. Смотрите, я не дохожу до шва. Вот до этого угла, до шва, я не дохожу буквально пару миллиметриков. Вот рассекла насколько могла. И вот эти вот все я обрезаю. Припуски на швы прямо максимально вырезаю. Вот так. И теперь... Вот таким образом я отсюда сняла. Сейчас я немножечко еще... Чуть-чуть буквально. Так. Отсюда тоже оперу. И теперь, друзья, легким движением руки... Вот смотрите, у меня вот пара. Это верх. Вот эта пара, это подкладка. И вот теперь беру... Вот таким образом. Раз. И выворачиваю. Сейчас. Я выворачиваю сначала... В любом случае, чтобы мне видеть. Я выворачиваю с подкладки, начинаю. Таким образом я пойму, ошиблась я или нет. Вот так. Вот видите. И все у меня осталось внутри. Здесь все швы обработаны. То есть я понимаю, что внутри у меня ничего не будет... Швы не будут торчать. Далее. Вот я вижу. Вот так вот я сделала. Вот так. Я вижу, что у меня здесь промежутки лицом к лицу. Моя основная деталь. Теперь я спокойно беру и выворачиваю ее. Прямо пальцами надавливаю на припуск на шов. Который внутри. И все прям выровняю. Вот так вот. Ну и естественно мы немножечко утюжком пришляпнем. И все швы внутри обработаны. И все швы внутри обработаны. Четыре детальки мы притачали одним движением руки, что называется. И у нас вот такая уже практически готовая перчаточка. Варежка. У которой останется у нас пришить вешалку и обработать крыловину бейкой. Смотрите. Вот этот шов, вот этот припуск на шов у нас уйдет между подкладкой и основной деталью. Чудо. Просто чудо. Так, вроде так нормально получается. И прохожу по краю, чтобы мне потом было легче обработать края берега. Здесь прихватки у меня будут квадратные уголочки. На 0,5 где-то вот так вот обработала. Прострачиваю. Обращу ваше внимание, что я на все прихватки, рукавички, то, что в подарок или на продажу, я использую только новую ткань. Для себя я могу использовать, например, в качестве подкладки какую-то там мягкую постельную бушную ткань. Сюда наверх могу какие-то сделать из старой одежды. Но на подарок у меня пойдет все новое. Вот эти края обрежу и пришлю вешалочку. Наживила вешалку. У меня сдавалась с прошлых... А что я шила с прошлых разов? Что-то я тоже не помню, куда я вешалку это делала. А, я же прихватки джинс вышила. Вот у меня вот эти вешалочки оставались. Длина вешалок у меня 8,5. Можно 9 спокойно сделать. Будет нормально. Вот так вот я ее наживила вешалочку. Потом после обработки края бейкой у меня получится... Я вот так вот ее отверну вешалочку и закреплю. Вот так вот. Вот так вот она у меня будет. Я покажу вам, как я приточила бейку. Вывернула... Вывернула руку... Скажите, как он мне зовут? Я вам скажу. Варежку вывернула наизнанку. Далее приложила к лицу основной детали лицо бейки и начала строчить. Но единственное, что когда я начала притачивать, то заложила вот такую вот подгибочку этой бейки первоначально. Дальше я шила, 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 шила. Вот дошла до сюда. Как только у меня вот этот край бейки перекрыл мою подгибочку, я бейку отрезала. Вот так вот получилось. Теперь, друзья, я ее, как обычно, отворачиваю. Даже могу вывернуть свою рукавичку. Все ее хочу рукавом назвать. Вот, выворачиваю. И вот таким вот образом я сейчас бейку эту подогну и зашью вручную. Вот так вот она у меня будет. Так, припуск. Загибаю. Накрываю строчку притачивания. И здесь я не буду на машинке строчить. Здесь я сделаю аккуратненько руками. Сейчас я просто хочу и к прихватке тоже обработать бейкой край. И потом уже сесть и вручную все прошить. Это пока откладываю. А к этой я сейчас приточаю бейку. Девочки, бейка у меня 5 сантиметров шириной. Потому что здесь толщина хорошая. И чтобы спокойно играть с подгибкой, я беру пошире чуток. 4 сантиметра уж совсем прям впритык. Можно 4 с половиной, конечно. Но я лучше спокойно подогну, чем я буду там какие-то миллиметры ловить. Сейчас я посмотрю, вам видно? Да, вроде видно. Так, вот смотрите. Вот как я там объясняла, я вот так вот подгибаю. Накладываю. Шов будет у меня, припуск на шов будет у меня сантиметр. Видите, здесь толщина какая прям приличная. Работка у меня продвигается. Я вот так вот... Даже самые отсталые слои населения в моем лице обрели такие прищепочки. Очень неудобно, скажу. Мне, честно говоря, все равно или прищепки, или булавочки. И начинаю подшивать. Я говорила, что я буду пришивать... Буду пришивать бейку руками. Да, кисюль. Друзья, красота моя готова. Сейчас я разложу, как я планирую подарить. Так. 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 И это вот так. Три комплекта у меня будет подарочных. Показываю детально. Это у меня прихватка. Вот такая. Вот. Уголочки. И здесь все. Рукавички. Вот. Подшила вручную. И очень хорошо смотрятся. Очень аккуратно. Внутри. Все чисто. Никаких швов. Ничего не торчит. Здесь все там зафиксировано. Из-за того, что одна строчка. Так. Это вот такая вот варежка. Это один комплект. Ну, практически такой же. Чуть поярче получается. Это вот такая вот варежка. То же самое. Все внутри. Аккуратненько все зашито. Никаких швов у нас там внутри нет. Это вот такая вот варежка. Здесь ватин. Здесь хлопчатобумажный какой-то слинтекс. Что-то такое как-то называется. Смотрите, как красиво. Очень. Так. Здесь такая же прихваточка. Очень-очень даже прям. Говорю, мне самой даже нравится. Так. И получается, это вот два комплекта. И вот этот комплект из двух варежек. Все внутри. Тоже так же все аккуратно. Здесь квадратиками кусочки. Примерно вот так вот в одинаковом стиле расположила вот эти вот рисунки. Рисуночки. Вот такую тканюшку с таким рисунком. Вот. Это оборотная сторона, которая к ладошке идет. Такие вот небольшие вешалочки. Это вот такой комплект. Друзья, ну напишите мне, пожалуйста, в комментариях, были ли вы, были бы вы довольны, если бы вам подарили такие комплекты. На этом, друзья, у меня все. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok